всем доброе утро хочу собрать яблоки в ветерочек такой прохладненький надо подмести сегодня праздник делать ничего нельзя и решила думаю надо собрать сливу короче хочу сделать шарлотку честно скажу ни разу не пекла тоже шарлотку поэтому там рецепт простой что как говорится ума много не надо чтобы спеть наши яблочки в принципе для шарлотки должны подойти поэтому сейчас соберу и они прям краснеют смотрите какие надо пособирать в компост поубирать яблоки ой прям такие большие уже становятся надо ее осенью прям подстричь веточки формировать взбила 4 яйца стакан сахара здесь у меня 200 грамм муки то есть ну тоже стакан добавила кстати ванильный сахар и сейчас пол чайной ложки добавлю муку разрыхлителя через сито и все и буду резать яблоки яблок много потому что здесь они не все хорошие придется обрезать поэтому я с запасом взяла а так нужно где-то 45 яблок все шарлотка наша готова отношу в духовку олег пошел пробовать сучки резать пилить резать рубить не знаю что делать но что-то уже делает я пока шарлотку проверяла сейчас посмотришь во вкус войдет все обрежет конечно тоже порядок наводить не как мы но я думаю сейчас осенью чуть-чуть уже поспокойнее у нас будут я видите землю как привезла три тачки и все надо вместе ну и чё а ветки как-то пилишь судя по всему ломаешь оба но осенью с тобой надо заняться здесь навести тоже порядок земли навести мой для кротов мне тогда палочек штучек ну да несколько штучек сделаешь вот тоненький вообще классно до рубит потолще которой это сложнее хочется везде красоту навести так ладно пошла и шарлотку вытаскивать а вот и наша шарлотка такая хрустящая корочка но это не то что она зажарилась а то что яйцо с сахаром взбито и поэтому такая корочка получилась разрезала все таки я шарлотку маме хочу завести сейчас вот такая получилась воздушная прожарилась вкусно я думаю что мы наверно не успеем ее попробовать ну за завтра новую сделаем да олег в ожидании начальник библиотеки ты не одна да не читать читать читает а ты что день открытой горе то есть мы вовремя да ты посидишь хоть две секунды или нет шарлотку спасибо чкина ну тепленько это откроет у нас запотеет здравствуйте что вы хотели книжку почитать садитесь вот у нас выставка пожалуйста она и для молодежи извините вы уже не подходите что вам предложить слушайте прямо на это место директора силы это еще и поза такой принял должность позволяет не просидишь на самом деле я теряюсь я инвентаризация была пришли это нормальная женщина бухгалтер она уже в том году проверял здесь инвентарные номера не стоят там я знаю что стоит показала где зашли в ту комнату она говорит ну вот стеллажи посчитали подходит она говорит ну хотя бы один номер потому что там разные по цвету я знаю что я их писала сбоку я не пишу это так сзади там это что ну было удобно смотреть но были я их несколько раз я говорю вы знаете я когда волнусь я ничего не вижу опять вот на переставая книгу смотрю на каждой полке нету потом она угловой там есть который у меня она говорит нет его надо вытащить потому что я не вижу где он тут как зарегистрировал мы все это вытащили все-таки там где-то сбоку написано на боковинке она говорит но эти-то как пошла на повторю один-то вот я в тебя оказывается когда я волнусь все вообще все забываю я же я ей говорю ну я знаю что я их писала эти инвентарные номера не может такого быть что там не было они есть ой ну и она тоже здесь мне она я когда-то она говорит что вы переживаете ну ты настоящий директор у тебя даже на лице написано вот я при тебе точно потерялась бы уже растерялась не с таким директором не хочу работать почему а ты сердечка ты прям готовишь а печать у вас своя прям какая-то почему это директор нам прислала а прислала и ты будешь подписывая видишь я же думала я вчера поеду домой цветной по напечатала ну да там красиво экскурсия по библиотеке рассказать что такие каталожные что такое каталог где читание зала где в общем будет такое все а потом обзор вот этой книжной выставке это уже такое молодежь хотела а бабушка там сидит на улице еще тоже ждут сегодня же праздник еще чай пить надо было вам отдельно прям целую шарлотку испечь я что-то не знала не знаю сейчас может быть королева она все время у нас а ты масло попробовал раскалилась да вон она кипит видишь давай давай не раскалилась мы тогда вспомним и пережали а перекалили так орелочку достаю да хочу показать вам масленку вот такую купила тоже на озоне ценник оставляем не очень понравилось но там много посуды такой фирмы там банки такие для круп прикольные но тоже не бюджетный поэтому я так покидала себя в избранное просто как идеи но пока не решусь брать или не брать сейчас я ее в беседку а возможно если потом в дом перенесу ее то тогда может быть наберу еще какие-нибудь комплекты под такую посуду прикольная вообще такая с черным кошаком классная так ну что чебуреки нас убавляется ли говорит много но потом разогревать еще раз казан раз кочегаривать его и масло разогревать да вот сюда на сухую я говорю а мы завтра позавтракаем пускай они конечно не такие хрустящие вот но зато уже 10 раз казан не мыть 10 раз костер огонь не разжигать поэтому нормально пережарим а все можно было конечно 6 штучек да да погорячилась я ну теперь точно мы их замораживать не будем всех мы точно не съедим остальные на завтрак с кофе ком я с удовольствием я люблю все холодное и сухое олегу то конечно да горяченькие хрустящие да ну ничего страшного покушаешь так вкусняшечка наша запороли немного мы чебуреки олег приспособился тут но последние совсем конечно мы их запороли такие страшненькие но главное чтобы были вкусные первые такие которые полу заморожены еще были классные получились а эти уже сильно подтаяли надо было их в холодильник ну первый раз никогда мы с чебуреками сами не сталкивались то есть получается у нас второй раз до первый раз мы прям свежачок жарили это самый смак был ну дома мы раньше не на ямеду свои поэтому ну на ошибках учатся так что все последний штрих у олега вай все шкварчит все забываем показать шторку повесили ну я ее наверно буду снимать но тут еще не доделали потому что у нас не у неудачно натянули потолки мы воевали воевали писали рекламации я до руководителей там дошла но в итоге плюнули то есть неудачно сделали наши ниши надо было обтянуть потолок туда то есть затянуть полностью всю нишу а нам сделали только по каркасу а внутри все открыто ну добились нам конечно зашили но видите как зашили тяп-ляп то есть колхозного вида но мы уже с этим смирились и поэтому в принципе она закроется шторами но не перетягивать же заново все потолки честно я говорю у нас уже желание нет хочется уже все это завершить и поэтому когда шторы повесили у меня встал вопрос то что здесь некрасиво смотрится вот эта ниша и соответственно мы думали думали со светлана не очень нравится с ней работать нравится как она советует как она подходит к своей работе и поэтому мы решили сюда еще сделать ну знаете такую прям не толстую не широкую полоску типа как у нас на кухне не знаю как она правильно называется типа ламбриген чека да она такая жесткая окантовочка будет вот так вот по проему и туда же тоже будет закругляться то есть решили сделать вот такую же как шторину кто-то может быть скажет что в прихожей в принципе штора не нужна но нет все равно как-то со шторкой уютней повесили в доме в принципе а ну не не одну шторку но именно вот шторку она у нас первая такая висит и когда заходишь в прихожую в прихожей в принципе позволяет но она широкая поэтому мне нравится как смотрится когда будет эта окантовочка будет тоже я думаю неплохо будет интересно насмотреться и когда заделается аквариум заходишь и прям знаете как то так уютненько ну не вешать же сюда длинную тюль да батарея открыта ниша под батарею открыта но в принципе это прихожая тюль повесишь она все равно будет болтаться ну в принципе может быть даже тоже поуют не было бы но не знаю я осталась довольна мне нравится так а здесь вот в холле на входе в холл здесь будет уже сейчас здесь будет чисто просто тюль висеть от начала до конца потому что видите ниша тоже сделала в принципе она здесь и красиво будет то есть окошко закрывать и такая легкая без штор будет а туда уже мы идем и там уже будут шторки так что вот как то так пишите свои комментарии как вам нравится или не нравится да кто-то скажет были сборники но без шторы не знаю мы любим наша семья очень любит когда у нас уютно в квартире в доме поэтому и создаем уют без штор если просто там какую-то жалюзю повесить на окно и просто открытое окно ну все равно нет этого уюта не комфортно ну для нас по крайней мере спасибо за просмотр спасибо что вы с нами всем пока пока спокойной ночи и